В целях сохранения родного языка коренного малочисленного народа Севера на базе этнокультурного центра реализуется проект «Школа ненецкого языка Нина Ивада. Ненецкое слово». Проект организован при участии Ассоциации ненецкого народа СВА. О том, как проходят занятия в материале Анастасии Явтысой. Аня Тарова. Сегодня в школе Нина Ивада состоялось первое занятие. Занятие проходит на ненецком разговорном языке, за основу которого взят канинский диалект. Он наиболее прост и понятен для начинающих. Уроки проводятся бесплатно для тех, кто желает укрепить свои знания ненецкого и тех, кто хочет изучать язык с нуля. Все дело в том, что мой отец коми-ненец, он свободно говорил на коми, на ненецком, на русском языке. Но в определенный период времени в истории нашего государства не принято было в семье говорить на национальных языках малых народов. Поэтому он никогда в семье не говорил ни на ненецком, ни на коми-языках. Поэтому я выросла в русской языковой среде, но поскольку кровь во мне есть и ненецкая, то мне бы хотелось привлечься к своим корням и изучить ненецкий язык. Поэтому, когда я прочитала вконтакте объявления о наборе группы, я сразу позвонила и с удовольствием пришла на занятие. Немало людей изъявили желание изучать язык. В школе Нины Ивада в настоящее время обучаются 25 учеников. Среди них люди разного возраста, разной национальности и профессий. Поскольку я корреспондент национального журнала, мне часто приходится писать на тему культуры, про людей, которые проживают в тундре. И не знать язык – это очень сложно. Мне часто приходится обращаться к переводчикам или к маме, чтобы она мне пояснила, рассказала, как эту фразу перевести, как тут правильно сказать. И мне, конечно, этого очень не хватает, этого знания. Ольга Варницына является преподавателем в школе Нины Ивада. Родами золеневодческой семьи она свободно владеет ненецким языком. Ольга окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена по направлению родной язык и литература. Ольга Ивановна уже имеет опыт преподавания родного языка. Осенью этого года она проводила занятия для школьников из поселков Красное и Нельминоз, но только в онлайн-формате. Разница, говорит преподаватель, определенно есть. Также мы преподавали дистанционные заочные курсы для школьников. Дистанционно мы все делаем через интернет и мы видим друг друга через, скажем так, камеру. И нет живого, скажем, общения, нет как-то такого контакта с детьми, с учениками. А когда занятия проходят очно, я могу подойти к ученику, посмотреть ему в глаза и понять, понял он меня или не понял. Вот я думаю, что так отучаются эти занятия. И, конечно же, живые уроки, они намного лучше, чем дистанционные. Напомним, что финансирование школы по изучению ненецкого языка осуществляется за счет средств окружного гранта. Школа Нина Ивада стала своего рода первым проектом в округе по изучению родного языка для взрослых. Анастасия Евтысая, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова